Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Очень нужен совет, как поступить в данную ситуацию. Познакомилась с младым человеком две недели. Общались все было хорошо. У него на счет меня были серьезные намерения. Думали как проведем очередные выходные, зимние каникулы и так далее. По работе уехал в Москву, писал и звонил. И в один вечер присылает фото самолета. На мой вопрос, куда летит, ответил, что в Екатеринбург. Он должен был туда лететь по работе. После часа переписки уточнил, взлетели они уже или нет. На самолет он летит только завтра. Как оказалось, он мне скинул фото недельной давности, когда летел в Москву. Я сначала шутку. Сказала, что он меня обманул. Я его жду каждый день. Судя попыток самолета и его ответу решила, что он уже летит в другой город. И скоро должен вернуться домой. А по факту он летает только на следующий день. И когда вернется неизвестно. На мое сообщение, что в следующий раз я могу обидеться на такое, так как серьезно к этому отношусь. Чтобы он больше так не делал, человек замолчал. Уже четвертый день сам мне пишет, мои сообщения читает, но на контакт не идет. Он решил, что я посчитал его обманщиком или его это сильно задело. Я не хочу его терять, как человек он очень хороший. И как теперь помириться с ним, я не знаю. Ничего страшного не произошло. Не догоняли, ну тут вот в данном случае не совсем понятно, но не догоняли друг друга. На тот момент мне было очень обидно. Почему-то, что он соврал, ведь я его прямо спросила, куда он летит. Если бы он ответил это фото, когда в Москву летел. А вообще я завтра в Екатеринбург, вопросов не было вообще. Почему он так не ответил, тоже не понимаю. И чем его обиды на меня теперь тоже. Татьяна задает вопрос и, собственно говоря, на чем здесь нужно сфокусировать ваше внимание, на мой взгляд, это на том, что вы говорите, что мне обидно, да? Вот. Почему-то мне обидно, почему-то. Но почему мне обидно, я не очень понимаю. И на мой взгляд, если вам на что и имеет смысл обратить внимание, то это на то, каким образом обида, ну вот чувство обиды, да? Появляется у вас. Там еще по... Э... Совершенно... Очевидно, что... Что... Э... Вы не уверены... Э... В себе... Вот, ну вот в данном конкретном случае, да, вы в себе не уверены, как вот получается, вот, и соответственно, есть такое, есть такое ощущение, да, есть у вас, есть вот такое, чувство, что смираетесь вы в своей, так скажем, ценности, вот, для, ну, для молодого человека, в данном случае, и, в общем-то, не уверены в себе, ой, что, в общем и целом, как раз и приводит к тому, что вы, вот переживаете, к тому, что вы нервничаете, к тому, что вы обижаете, к тому, что вам по сути оказывается, что человек вас, ну, к примеру, да, обманывает, вот, и соответственно, на это вам нужно обратить свое самое пристальное внимание. Может быть, я бы еще обратил ваше внимание там, пожалуй, на то, что вы сделали акцент на помощь бы у мужчины, насчет вас серьезные намерения, то есть вот, как-то вот здесь, эм, вы как будто поверяете ему себя, да, и я бы обратил еще внимание на то, также, что, эм, ну, вы пишите, что ждете его каждый день, то вероятно, 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 вы в нем через чур внуздаетесь, если вы в нем через чур внуздаетесь, то это может быть самой по себе уже проблемой и проблемой достаточно серьезной, там что-то. В таком случае мы можем говорить о, например, о любовной зависимости, допустим. В таком случае мы можем говорить о том, что вынуждаетесь в нем больше, чем он нуждается в вас. И, соответственно, как результат, естественно, возникают определенные перекосы, а взаимодействия между людьми таким образом, ну, тут все, в принципе, вполне естественно, вполне закономерно, к сожалению. Вот. Вы пытаетесь понять мужчину, на мой взгляд, это не лучшая идея, пытается понять человека. Мне кажется, что вам имеет смысл сначала разобраться бы его в себе, вот, ну, в себе в самом смысле, вот, и забрать его в основаниях для обидов, вот. Ну, в основаниях для обидов ваших. Вот. А дальше уже можно будет, в общем, что он выстраивает модель поведения такую, какую вам захочется, но, в общем, повторюсь, вы слишком зависимы от мужчины получается. И... А-а-а-а-а... Слишком, вот он, э-а-ом... Много... Э-а-а... Слишком много власти у него, нормально. Вот. Вот. А, я бы, э-а-а-а... Так сказать в данном случае конкретно. Вот, на этом все, пожалуй. Я буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого. Доброго и удачи!